Всех приветствую! Благодаря одному из подписчиков, которому огромное спасибо. Думаю, он смотрит сейчас это видео. Спасибо тебе, Рома, за такие резцовые вставки. В общем, благодаря Роману у меня теперь куча таких резцовых вставок. Буду их использовать на токарном станке. Они сюда неплохо подходят в качестве резцов. Можно вот прям сразу зажимать и в принципе сразу можно работать. Места для зажима хватает, хотя конечно было бы хорошо, чтобы было немножко длиннее. Но вот ведь какая незадача. Не очень я люблю такие резцы проходные углом. Мне больше нравится под углом 90 градусов. Все вот это дело стачивать не очень хотелось бы. Здесь материал Т5К10. Материал Победита. В общем, хочется победить этот Победит и чем-нибудь отпилить кусок Победитовой вставки. Ну а дальше просто болгаркой. Сейчас в этом видео мы как раз этим и займемся. В принципе можно было тупо болгаркой отпилить. Ну это понятно, что в принципе все реально. Но мне хочется сделать на фрезерном. Тем же инструментом, которым бы я пилил и на болгарке. Воспользуюсь отрезным диском по керамике. Этот диск в своем составе имеет алмазы. Цепляем на фрезерный. Ни разу не пилил Победит, не болгаркой, не так. Хочется попробовать понять, нормальная ли эта технология или лучше обтачивать на точиле. Что я очень много раз делал. На точиле обтачивать мне не нравится, как и не нравится болгаркой. Очень много шума от нее, пыли. Все во все стороны летит. Короче, не кайф. А здесь можно просто зажать в кусочки и попробовать потихоньку пропилить. Моя задача пропилить лишь Победитовый слой. Ну вот у нас уже все и заряжено. Сейчас прицелюсь. А теперь нужно защитить станину. Все-таки алмазы как-то не очень хочется, чтобы летели на станок. Поэтому я его вот так укутаю полотенцем. Обороты нужно ставить максимальные. Ну все, погнали. Посмотрим, что получится. Пропил, однако, идет. Но кусочек вот здесь остренький и скололся. Дабы этого не было, я наверное сюда чуть-чуть подальше отъеду и продолжим. Можно наболтать немного больше оборотов. Благо, частотник позволяет. Сейчас оборотов где-то будет около 2000. Субтитры сделал DimaTorzok Но судя по звуку, пропилено уже полностью. Уже пошло чистый металл пилить. А победитель закончился. Сейчас мы посмотрим, что же получилось. Горячая должна быть. Пропил есть. Теперь дорежу болгаркой. Способ не очень быстрый, как оказалось. Здесь есть потемнение. Надеюсь, победит от этого не пострадал. Диск тоже нагрелся в одном месте. Сейчас дорежу обычной болгаркой, его прикасался с обычным кругом по металлу. Не тянет болгарка в узких местах. Доработаю, наверное, ножовкой. А то болгаркой долго пилить. Получилась такая вот заготовка под резец. Есть и вторая поменьше. Эту тоже можно куда-то использовать. Здесь тоже кусочек твердосплава остался. Если бы я стачивал на точиле, то он бы естественно не остался бы. Я бы все бы вот это сточил. Время бы заняло, конечно, гораздо дольше. Способ в принципе неплохой. Нужно еще попробовать чисто болгаркой отпилить. Ей тоже отпилится, я думаю, что круг точно такой же. Не знаю, быстрее или дольше. Все-таки у фрезерного жесткость есть станка. А болгарка, как ее будешь держать, такая будет и жесткость. Все время просят рассказать про заточку резца. Я в этом деле не сверх специалист, но под ТВ научился точить резец. И в скором будущем начну снимать подобные видосы, как затачивать проходной и отрезной резец. Именно под ТВ и именно как я это вижу, до чего я дошел. Я люблю делать сразу. Люблю делать сразу захотел, взял и сделал. Без всяких усложнений, без поиска долгого нудного решения. В принципе, что и всем советую. Победит я победил. Кому видео было интересно, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Благодарю за внимание. Всем пока.